В эфире информационный канал Город и мы продолжаем. Родители погибли, а ребенок выжил после двух ДТП. Первое произошло в Мурашинском районе. Водитель Ниссан Тиана залетел под КамАЗ. Мужчина и его супруга скончались, а ребенка с травмами повезли в Киров на машине скорой помощи. Спустя пару часов на улице Дзержинского автомобиль медиков перевернулся после столкновения с Фордом. Но и это еще не все. За мальчиком приехал другой реанимобиль, который тоже попал в ДТП. Все подробности в рубрике «Место происшествия». ДТП произошло на трассе Вятка утром в субботу. Водитель Ниссана Тиана выехал навстречу и залетел под встречный КамАЗ. Скорость была приличная. От удара водители-пассажиры на марке получили смертельные травмы. Мальчика повезли в травм-вольницу в Киров и по пути автомобиль медиков столкнулся с Фордом и перевернулся. Еще одна скорая поспешила к ребенку и тоже попала в ДТП. Вот кадры происшествия. Эти три ДТП связаны друг с другом. В них погибли два человека, пострадали пятеро. В итоге за мальчиком, который остался сиротой, пришлось отправить еще один автомобиль скорой. Ребенку оказали помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает. 3 ноября в отделении полиции Шибалинской обратились родственники 72-летнего Раиса Гайфуддинова. Они сообщили, что мужчина не отвечает на телефонные звонки. Полицейские выехали в село и установили, что пенсионера нет дома. Соседи видели, как его машина отъезжала от дома в ночь на 1 ноября. Местные жители тогда предположили, что мужчина куда-то уехал и с тех пор не появлялся. 4 ноября следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Очевидцы сообщили, что автомобиль мужчины видели около дома 20-летнего жителя Шибалинского района. Сам молодой человек уехал в областной центр, там его и разыскали полицейские. По словам подозреваемого, они поссорились с Гайфуддиновым, и молодой человек задушил его, чтобы скрыть следы преступления. Парень вывез тело погибшего на его машине на окраину поселка и сбросил в реку. Легковушку перегнал в Киров и продал. Сотрудники полиции установили покупателя, изъяли машину. Подозреваемый задержан, сейчас решается вопрос о его аресте. Групповую кражу медовухи предотвратили сотрудники супермаркета на улице Красина. Они с охранниками поймали двух подозреваемых Андрея и Якова. Случайные знакомые в тот день выпивали вместе и зашли в магазин, чтобы потом продолжить банкет. Мой коньяк, я хочу его пить. Я не извиняюсь, это уже нахуй. Вообще да. Я дал тебе слово, что не воровать. Вы что меня беспределите или что нахуй? А? Вы меня беспределите, да? У меня нахуй деньги есть. Вы что, суки, 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 суки? Чтобы я вот это воровал, вы че... В итоге на место происшествия приехали сотрудники полиции. Якова и Андрея доставили в отдел. По словам сотрудников магазина, Яков вынес только медовуху, водку и коньяк задержанные действительно купили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за попытку групповой кражи.